Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте я бы первым делом хотела с вами познакомиться. Будет мне очень приятно работать так, чтобы была какая-то обратная связь. Будет приятно, если вы напишите, кем вы работаете и почему именно тема работы с детьми ОВЗ вам интересна. Да, сразу хочу скинуть еще ссылочку на Яндекс.Диск, где будет презентация, потому что, наверное, кто выходит в эфир с телефонов, не смогут скачать. Да, педагог-психолог, очень приятно. Буду, да, больше говорить с точки зрения психологии про деток ОВЗ, потому что я психолог, преподаватель психологии. Но будем обсуждать моменты в организации образовательного процесса для таких детей, как можно развивать, например, инструктор по физической культуре. Мы немножко момент рассмотрим про сенсорное развитие, сенсорную интеграцию, что является таким значимым, например, для инструкторов по физической культуре. Ну, это если интересно. Так, ага, и ребенка, собственно, да, аутист. Ну, про деток с расстройством аутического спектра мы, естественно, поговорим. Да, вообще тема актуальная, потому что я работаю, ну, наверное, сейчас большую часть времени с детками ОВЗ. Вот, приходится работать даже с детками с тяжелыми множественными нарушениями, да. И поэтому, знаете, за последнее время очень стало много детей, да, которые испытывают затруднения в развитии речевых функций. Дети с расстройством аутического спектра, да, сейчас. И, как вам сказать, им и нам, как педагогам, да, нужно понимание, как работать с такими детьми. И часто на конференциях, когда я участвую, я слышу от специалистов, что вот ребенок, например, с расстройством аутического спектра, там, кричит в саду, да, не хочет что-то делать. Но поймите, что это его какая-то физиологическая, да, функциональная внутри в организме, там что-то происходит. То есть, возможно, он испытывает дискомфорт или боль, это как-то речевая функция неразвита, то он проявляет это таким эмоциональным способом, да, и такими негативными поведенческими реакциями. Ну, наверное, понятен мой подход, да, что я больше за социализацию таких детей. Я считаю, что они хорошо могут социализироваться, вот, и быть довольно такими, ну, успешными, да, в развитии. Успешными, да, как у меня есть девочка с тяжелыми множественными нарушениями. И мама, когда вот первый раз привела на занятия, она говорит, ну, все же будет хорошо, вы там сможете, справите, измените, да, скорректируйте. Я говорю, хорошо, но, конечно, в институт, да, там она не пойдет и с красным дипломом его не закончит. Ну, вот в таком, да, педагог. Так, первое, на что бы хотела обратить внимание, это на основные, да, нормативные документы, которые регламентируют работу с такими детками. Я не буду останавливаться на них, потому что я не юрист, несмотря что долгое время работала в сфере, да, которая тесно связана. Но я считаю, что нормативная база, она должна, да, чтобы вы могли, имели представление, о чем, да, там те или иные законы говорят. Ну, вот первый, это федеральный закон. Ну, если мы не берем Конституцию, да, там понятно, что есть статья, в которой говорит, что все мы имеем право на образование. Вот в 273-м законе есть отдельная статья, это статья 79, которая именно, ну, регламентирует, да, и раскрывает образовательный процесс детей с ОВЗ. Ну, закон, да, который об основных гарантиях права ребенка в Российской Федерации, о социальной защите инвалидов. Давайте сразу, там будет слайд, разберемся, да, ОВЗ и инвалиды. Понятно, да, наверное, для всех, что ОВЗ, это, то есть статус инвалид, то есть там инвалидности может не быть, да, официально, то есть там просто с особенностями, возможно, ну, с нарушением здоровья, да, ребенок. Но инвалидности он может не иметь. И тоже у меня вот такие группы, детки есть, да, которые по МПК у них есть определенная программа, но инвалидности у них нет. Добрый день. Ага. Светлана, а работаете в специализированном саду, да, с детками ОВЗ? Приказы, да, видите, да, здесь Министерство просвещения, которые регламентируют деятельность такой работы, да, а также есть приказ, который регламентирует по МПК. Ну, начнем, наверное, да, с ПМПК тогда, вообще, до того, как пробудем специальные образовательные условия, да, по МПК слайды будут немножко дальше, но, наверное, после нормативной базы было бы логично, да, поговорить, что такое, да, что это такое ПМПК и зачем его используют. Угу. Иностранных языков, как, ага, как интересно, но вы работаете тоже с детками с ОВЗ. ПМПК это медицинская, ну, просто языки кому преподаете, да, смотрите, еще сразу хотела бы спросить ваше отношение к дополнительной коммуникации, да, которая есть, как вы настроены, то есть есть часто с неречевыми детьми, если мы будем говорить о неречевых детей, да, то есть ОВЗ это не обязательно неречевые дети, а это могут быть детки там с ДЦП, да, это могут быть, вот как я говорю, детки с какими-то нарушениями, да, которых будет несколько, это детки, которые не видят, да, плохо слышат, но альтернативная дополнительная коммуникация, я считаю, что она важна во всех случаях, да, если есть какой-то момент, что развитие когнитивной, интеллектуальной сферы немножко, немножко уступает, да, ну, то есть такая история, вот, но многие вот против коммуникативной дополнительной, альтернативной дополнительной коммуникации. Начала с ПМПК, да, но это просто вот вам такой вопрос, чтобы было, да, ну, смотрите, сейчас очень много, наверное, таких родителей, которые хотят, чтобы их ребенок развивался с нормотипичными детьми, да, вот где-то, вот если брать иностранные языки, у меня есть семья, семья живет в Подмосковье, и ребенок с РАС, то есть он стоит инвалидность, да, стоит диагноз, есть ПМПК с адаптированной программой. Но они сейчас его, то есть он настолько социализирован хорошо, что из ресурсного класса его переводят уже вот в ближайшее время в общий образовательный класс, и для родителей это такое, знаете, как такая маленькая победа, поэтому очень важно, чтобы такие детки особенные, да, буду их так, наверное, называть, были включены в социальный процесс, и поэтому я думаю, что тоже знание языков, чтобы, да, вот это вот развитие, это тоже все возможно, и преподавание таким детям. Ну, сейчас, наверное, как преподавателям, я знаю, что преподавателям в институте обязывают тоже прохождение всяких вебинаров, которые направлены на специфику работы с детьми ОВЗ. Добрый день, Василиса. В образовательных учреждениях, да, осуществляется инклюзивную практику, да, то есть должны быть определенные созданные условия для тех детей, которые проходят обучение, то есть в зависимости от того, какие есть нарушения, да, понятно, что если это нарушение опорно-двигательной системы, то детям нужен доступ к кабинетам, детям это лучше, чтобы это были, да, первые этажи, чтобы было комфортно и было все для них сделано, устроено. Очень важным является работа с такими детьми, работа с семьей, потому что родители, у которых дети немножко отличаются от других детей, они очень быстро выгорают и очень быстро устают. Понятно, что потому что больше внимания, больше сил и средств уходят на воспитание и на развитие такого ребенка. И какой-то жизни, да, именно для того, чтобы осуществлять и закрывать свои потребности, естественно, этот где-то процесс начинает немножко сходить на нет. Так, начала про ПМПК, да, увлеклась слайдом. И про ПМПК, да, почему важно именно прохождение комиссии, да, с такими детьми, именно комиссия ПМПК, где не один специалист, а несколько специалистов, они назначают именно, ну, как бы, они обследуют ребенка, говорят, где есть пробелы, да, в развитии какой сферы, и таким образом определенно назначают программу, согласно которой ребенок будет обучаться и развиваться. Сейчас, Ин, отвечу на вопрос, у меня ходит, про школу, сказала только на домашнем, про школу, ваш ребенок, да, я так понимаю, это ваш, ну, это сказали вам кто, ПМПК, да, так, домашнее обучение, или это ваш выбор? Просто по каким причинам вам не разрешают, да, его там, либо специализированы, ПМПК назначили? Я не могу сказать, да, в ПМПК входит несколько специалистов, ПМПК это же не только там, да, психологи, дефектологи, там есть психиатры, неврологи, которые исследуют и дают какую-то, да, динамику и практику, да, там, развития, ну, дальнейшего развития ребенка. Ин, я не очень с этим согласна, да, лично я, потому что я считаю, что самым важным у таких детей-то является социализация. Но социализация легче проходит, да, когда все-таки с нормотипичными, да, больше детьми, согласитесь, тем более, если он в развитии преуспевает, и, ну, как он может социализироваться дома, когда он с вами, да, может быть, просто они таким образом как-то, я не знаю, себя как-то обезопасивают, в зону такой комфорта, безопасности, да, чтобы что-то не случилось. Добрый день. С детьми при работе с детьми ОВЗ, да, вот тоже, про что я говорила, да, стоит их включать в доступные творческие интеллектуальные соревнования, да, чтобы они чувствовали себя включенными. Ну, если мы берем немножко, давайте про раз, да, я так понимаю, раз мы затронули детей с аутическим спектром, как психолог, психолог, ну, всем понятно, да, кто видел таких детей, что они просто своеобразно немножко воспринимают наш внешний мир, да, они больше находятся в себе, интровертированные, если социализация еще не, ну, речевые функции, естественно, да, могут быть отставать или не сформироваться, возможно, эмоциональные, протестные, яркие реакции, но это не от того, что он там злой, нехороший, нервный, да, а это больше про то, что... Что-то не так, да, ему дискомфортно, речевая функция не развита, чаще окружающие воспринимаются как объекты, которые, ну, как бы используются для удовлетворения, да, таких вот первичных потребностей, и очень трудно находить контакт. Если видели таких деток, да, они могут быть даже не устанавливать контакт зрительный на начальных стадиях работы, да, вот когда первично приводят ребенка, бывает, что он даже зрительный контакт с педагогом не устанавливает, тогда первично, да, это надо, как бы вот этот вопрос решать, да, чтобы педагог находил контакт, да, устанавливал, и только уже после этого работа. Для меня, наверное, в образовательном процессе, да, ну, поделюсь таким своим, наверное, опытом, когда я пришла работать с такими детками, все, понимаете, исследований мало, и именно с саутическим спектром в основном по ЭБИ-терапии работаю, да, есть своеобразные инструкции, которые там используются. Я не совсем тоже сторонник и согласна с этим. Я считаю, что все-таки новые исследования есть, мы уже немножко начинаем развиваться, да, и все-таки для таких детей тоже важно следовать от их внутреннего мира, от их внутренних ощущений и от их внутренних желаний, да, и дальше будет у меня там, то есть почему, смотрите, мозг и человек, наш организм, это то, что тоже развивается, да, почему мы чаще говорим, что вот бывают детки, которые, например, не сформирована мотивация и планирование, да, и мышление к обучению, да, а ребенку уже 7 лет. И это больше про то, что это зависит от развития лобных долей головного мозга. Ну, я надеюсь, вы понимаете, к чему я сейчас веду, да, и, возможно, к тому моменту, когда лобные доли должны были достаточно развиться, да, и вот это планирование должно было сформироваться, у ребенка произошел какой-нибудь процесс. Также вот когда я говорила про преподавателя, педагога физической культуры, да, почему очень важно участие таких педагогов в развитии ребенка с ОВЗ, да, каким бы ни было, да, и понятно, что с ДЦП, да, там где-то развивать и социализировать тоже важно, да, где-то с нарушением речевой функции социализировать, но еще роль педагога именно в развитии сенсорной интеграции. То есть сенсорика может, сенсорная депривация быть, то есть недостаточно развита, то есть у ребенка недостаточно сформировано, например, восприятие и отношение к окружающему миру, да. Что такое сенсорная интеграция? Это развитие крупной моторики, она первично развивается, то есть, опять же, мы мелкую моторику с вами не можем развить, пока не развита крупная моторика. Групная моторика – это, понятно, да, наши движения, прыжки, там, бег. Мелкая моторика – это все, что связано с чувствительностью, да, часто мы говорим, что развиваем мелкую моторику, когда идет воздействие на кончики наших, ну, вот, анализаторов пальцев. Поэтому тут важность вот этого вот понимания, да, и тоже вот, наверное, самая большая вот ошибка, которую я вижу, да, среди педагогов, и я, наверное, ее когда-то допускала, когда ко мне приводили детей с задержкой психоречевого развития, с детками с расстройствами аутического спектра, или, например, у деток, которые там из какой-то умственной отсталости, да, речевая функция притормаживается. Я, родители мне что говорят? Надо развивать речь. И я такая, ну да, речь, так речь, да, будем развивать речь, учимся говорить, а то, что есть пробелы где-то в других сферах, да, вот как я говорю, например, сенсорной сферой, это не учитывала. Ну, и таким образом, наверное, допускала ошибку. Также, знаете, сейчас я понимаю, что мы живем в обществе, как мне сказала педагог, моя коллега, и если я не буду деток заставлять четко использовать инструкцию, то он не социализируется, не адаптируется, и придет там в школу или в институт, где будут требовать четко выполнения инструкции, у него ничего не получится. Я тут тоже немножко не согласна, да. Чтобы ребенок четко выполнял инструкцию, должно быть понимание то, чего от него требуют. А когда ребенок не понимает и для него, ну, смысловое значение слов не имеет, засаживается его на стул и говорит, рисуя, он будет 20 минут там плакать и показывать, что он не готов просто рисовать, ну, мне кажется, легче дать ему, да, там, поковыряться в песке для развития мелкой моторики, да, если уже крупная развита, или позаниматься упражнениями именно физическими, да, с ним поиграться в такие игры подвижные, но чтобы вот этот вот пласт развития, сенсорная там интеграция, да, восприятие окружающего, он начинал постепенно формироваться, а уже потом и сама речевая функция начнет формироваться, и инструкцию ребенок будет с большим удовольствием выполнять. Для таких детей, ну, я уже сказала, да, что существуют определенные программы, ну, вот про методы, это то, что я говорю, что стоит учитывать, да, ну, для меня это все-таки вот где-то пробелы в сенсорной, да, то есть в развитии, которое должно было развиться и сформировать раньше. Знаете, я прочитала в какой-то книжке, наверное, Центр лечебной педагогики из Москвы, эту книжку когда-то издавал, и там очень хорошая была мысль, что если ребенок не умел ползать и не ползал, да, то верните его и научите сначала ползать, да, потому что когда момент ползания, это тоже формирование определенных процессов, это тут и межполушарная, да, это и двигательная активность, то есть сенсорная интеграция. И, ну, это вот хорошо показывает, да, что где-то прошел процесс в развитии, не надо больших требований предоставлять, предъявлять, так скажем, да, детям. Ин, так, Ин, сейчас Людмила, так, а учизм врачи препараты не назначают? Домашние так пояснили. Ну, я не могу, да, так как я не вхожу все-таки в министерство образования, я первый раз такое слышу, да, и вот эта история, да, что созданы ресурсные классы, и обычно в школах тьютеры, бывают школы в некоторых городах, там, где особые дети, да, например, и там тогда обучаются только, ну, они по, это подбираются, да, по программам, которые по МПК, оно дает такое, у меня вот просто тут по МПК лежит, это дает такую программу, да, например, вариант программы, указывает возраст, пишет, что должен тьютер в сопровождении осуществлять, и стоит, ну, нуждается в тьютерском сопровождении, то есть есть ли специальные учебники, или может ребенок использовать базовые учебники, там, что должен логопед, какие занятия, да, что формировать, и что педагог-психолог, дефектолог, вот, тьютер, смотрите, Людмила, я вот не нашла этот закон, тьютер вообще сопровождающий должен быть в школах, но вы же сами понимаете, что на тьютера надо обучиться, тьютер, опять же, что, скорее всего, оплата труда у тьютеров, ну, это такие мои фантазии, да, то есть тьютеров очень трудно найти, и не каждый согласен работать с детьми, да, которые немножко отличаются от нас, вот честно вам, не каждый, у меня есть коллеги, которые видят ребенка раз, он начинает плакать, и она мне, вот, молодая девчонка пришла и говорит, заберите его, что мне с ним делать, он плачет, я говорю, ну, плачет, расстроилась, я его говорю, чип-то расстроилась, ну, и все вот, ну, то есть она у нее стопор, она говорит, я работать не буду, это нормальная, да, реакция, то есть она не готова работать с такими детьми, ну, и хорошо, что она там ушла и не продолжает это делать, тут вот про это, то есть тут больше тьютер должен быть, да, но не всегда он бывает. Так, в определении тактики обучения сказала, да, что это медико-психологическая комиссия, да, определяет нам тактику и говорит, что и как делать, да, образовательная сфера, ну, должна быть устроена таким образом, среда, да, чтобы ребенку там было комфортно, и он умел передвигаться и умел понимать, да, почему я говорю, вот я, например, за дополнительную коммуникацию, да, знаете, да, что такое, вот, Людмила, да, кто вот с детками раз сталкивалась, это визуальные опоры, они ПЭКСовские, Макатоновские есть, разные их можно просто вот посмотреть, я, если это не говорящие дети, не важно по какой причине, да, то я за визуальные опоры. Почему визуальные опоры важны, я вам сейчас вот объясню, да, но со мной многие психологи, нейропсихологи спорят. Для меня это обоснование про то, что просто это тяжело исполнять, да, когда нам надо фотографию, когда нам надо найти карточки, то есть ребенку, смотрите, что происходит с нашим мышлением, ну, наверное, вы все знаете, да, уважаемые коллеги, сначала мышление наглядно-действенное формируется, да, потом наглядно-образно, ну, то есть понятно, да, сначала ребенок начинает ходить, если мы вспомним ребенка, да, как он развивается в антогенезе, потом он начинает уже воспринимать объекты зрительно, да, и соотносить эти объекты со смысловыми, да, какими-то значениями, если ребенок вот начинает, он как сначала нам показывает картинку, да, да, мы говорим, покажи лимон, он показывает, или покажи машинку, он показывает, может сопровождать это какими-то звуками, но не произнесение четкое слово машинка, там, биби, да, а потом только словесно-речевые вот этими, почему для меня важно в образовательных учреждениях, но, опять же, это не будут делать в школе, это только, скорее всего, будут специализированные учреждения, которые занимаются либо подготовкой, либо реабилитацией, да, таких детей, это вот эти вот зрительные сенсорные опоры, да, когда у ребенка есть картинка, на которую он может показать, и часто даже, да, когда сумственная отсталость, ну, которая вот тоже не сформирована речевая функция, или когда множественные, например, нарушения, когда ребенок же может и не говорить, и не ходить, да, и это очень, мне кажется, важным для использования. Так, ну, с тьютором, да, людьми. Ага, Ин, так, я тут потеряла связь, сейчас пытаюсь вернуться. Ага, вот тут уже сами с собой поговорили. Если, может быть, рекомендую, которым требуется постоянный прием, но прием же медицинских препаратов постоянный, не каждочасно там, не знаю, вот честно не знаю, то есть я считаю, что, ну, не могу сказать, да, почему по МПК такое решение применимает. Тьютор должен быть в каждой школе. Вопрос, почему их там нет, да, почему не нужно. Что может входить, да, тоже я уже упомянула, это дети с нарушением слуха, дети с нарушениями зрения, дети с нарушением речи, дети с нарушением опорно-двигательного, дети с собственной отсталостью, с задержкой психического развития, с нарушением поведения и общения, и дети с комплексными нарушениями. Смотрите, да, реализуя программу с такими детьми, надо смотреть на его сформированными навыками, да, способы коммуникации ребенка, особенности усвоения бытовых навыков, в специфику речевой деятельности, ну, там, как он уже развит. И, опять же, развивать речевые функции, если ребенок еще ходит в памперсах, да, ну, у меня есть такие детки с аутическим спектром, которые, я говорю, не фокусируют взгляд, но он вот недавно стал ходить на занятия, ходит в памперсах, то есть, ну, понятно, да, про какую речь мы можем говорить. Так, добрый день. Ин, что-то еще хотела сказать. Ребенок неговорящий, то есть он развивается, но просто не сформирована речевая функция, да, поэтому в школу не берут. Это я вот просто возвращаюсь к теме беседы, просто нет у меня понимания, почему могут отказывать в обучении. Так, смотрите, что происходит с такими детками, да, в рамках психолого-педагогических особенностей, да, это может быть неустойчивость внимания, да, не сформирована внимания, трудности с восприятием. Почему трудности с восприятием? Это я вот уже говорила тут несколько минут, да, то, что сенсорно-моторные навыки, да, сенсорная интеграция не сформирована. Либо сенсорный голод, либо сенсорная там депривация, да, вот это вот все присутствует у ребенка, и ему это надо восполнять, да. Ну, это вот все про восприятие, да, память. Понятно, что память это тоже, ну, мозг, он у нас довольно-таки пластичный, да, и возможно, что какие-то процессы памяти не сформированы, да, не развиваются по тем или иным причинам. Причины чаще всего выясняют психиатр, невролог, да, причины выясняют с помощью какого-то исследования, да, что происходит, может быть, какие-то, да, участки головного мозга, и нужно, да, там развивать, подпитывать и прочее. Когда ребенок не умеет себя контролировать, ну, это про эмоциональные проявления, да, но мы часто, опять же, если это с неразвитой речевой функцией, да, детки, почему они часто плачут? И у меня иногда мама говорит, я не пойду с ним на улицу, он плачет. Я говорю, ну что, мы же тоже кричим, да, мы же все бываем в этом, в плохом настроении, да, ругаемся, кричим, вот нервничаем, у меня сегодня камера не включалась, я переживала, да, потому что мы эмоциональные, а почему такие детки стыдно там, да, как мамы, и мы как педагоги, как воспитатели должны понимать, да, что такие детки, скорее всего, не умеют, во-первых, контролировать эмоциональные процессы, а во-вторых, что они таким образом привлекают внимание, говорят, нам дают знать, да, сигналы, что что-то не так. Да, они могут часто давать отказ, да, таким образом, то есть протестную реакцию на ту или иную ситуацию, да, у меня был ребенок, и, ой, что-то, я не помню, что, что-то, наверное, занятие закончилось, и мы с ним попрощались, он очень любил ко мне ходить на занятия, и вот он распсиховался. Мама говорит, я не пойду с ним, ну, он так хорошо психовал, он там ложился ногами, бил, я говорю, ну, хорошо, пусть лежит, я пойду за компьютером по работе, он мне не мешает. Вот, он посмотрел на мою реакцию, я не реагирую, мама говорит, что мне делать, я говорю, ну, посидите, отдохните, пусть ребенок вот, говорю, ему сейчас хорошо станет, когда мы там, да, поплачем или покричим, нам же хорошо, так ему, потом, конечно, он мне отомстил, полил цветок морсом, хотя он у меня вылить, я придержала руку, ну, это в этот же момент, он успокоился, попросила маму попить, я смотрю, наверное, морс сейчас пойдет в меня, вот, но морс вылил в цветок, поэтому, опять же, да, про вот эти вот эмоциональные реакции, не всегда, потому что ребенок там плохой или что-то, да, вспомните, да, почему мы кричим, мы все эмоциональные, и мы имеем право на это. Когда не сформировано, ну, наверное, опять же, педагоги понимают, что такое не сформировано познавательных мотивов, я тут не говорю, да, про лобные доли, которые уже, что там не развиты, да, нет, тут может быть, что, например, зона ближайшего, да, развития сформировалась в мотивации на обучение, то есть ребенок готов с помощью взрослого идти в этот процесс, а зоны актуального развития еще нет. Но до обучения там очень-очень много всего, много пластов, я даже вот в последнее время стала любить эту, ну, она наглядная, пирамиду обучения, она тут будет в слайдах, вот. Ну, и незрелость личностных компонентов. Ага, вот она как раз-таки пирамида обучения, она с интернета у меня, они есть разные, вот есть более такая хорошо нарисованная, как-то я ее просто не нашла в этот раз и взяла вот это. Смотрите, что до обучения, да, должен ребенок у себя развить, он должен навыки сформировать, чувствовать кожу. Но это тоже перед тем, как мы говорим про обучение, он готов, он к школе, да, ребенок с ОВЗ. Прежде всего, знаете, не бойтесь там, что он где-то отстанет, да. Тут главное социализировать его, да, научить жить. Тут главное, что просто научить вот качественно, да, более или менее качественно проживать эту жизнь. Поэтому даже если его не берут в школу, да, пишут там, что на домашнем обучении, может быть, вот как-то вам развивать его в другой, ну, как-то вот, может быть, пока что поводить куда-нибудь на занятия, да, но это как вариант. Так, ну не может собрать их в слово. А сколько лет, Инна? Надо бы честно сказать, что в Москве есть с утра. Что бы не убегал. Смотрите, Инна, вот сейчас я вот всю лекцию, ага. Да, да, Людмила, смотрите, ну, я, может быть, Людмила, вы можете со мной поспорить, я понимаю, просмотрела, кем вы работаете, да. Смотрите, тут, да, что бы не убегал, но опять же, Людмила, Инна, спасибо, что вы в ВКонтакте, не факт, что он уже готов. Вот про Выготского говорила, да, был такой Выготский. Вот почему я люблю очень эту зону ближайшего развития, почему я люблю вот этот вот айсберг, потому что ребенок, вот может быть, он еще там, да, вот игровые функции не сформировались, еще что-то. Вы будете заставлять его, у него будет протестная реакция. Скорректировать, да, конечно, игровая деятельность у нас, ведущая игровая деятельность, Людмила, можно в игровой функции, да. Опять же, вы будете сажать его, хотела сказать, засаживать почему-то за стол, он будет проявлять вам протестную реакцию. И вот, Людмила, спасибо вам, коллега, за это, да, что игровая деятельность у него не обучение еще. Почему я вам говорю, обратите внимание, что, смотрите, вот сначала ребенок должен внизу, видите, айсберга, да, чувствовать кожей, ощущать равновесие, чувствовать мышцы, суставы, ощущать свое тело, да. Почему в комплексе, если педагоги и психологи работают с детками такими, почему мы используем утяжелители, почему мы используем утяжелители, одеяло утяжеленное, да, у него может быть вот здесь еще пробелы. Ну, это, во-первых, если не брать даже, что игровая деятельность. Вы то, что не называет, я вообще не понимаю, то есть он у вас понимает буквы, а не отдельными буквами говорит, это про речевую функцию, да, но не может собрать их в слово. То есть вот где-то вот тут вот, да, может быть он слышит, видит, насколько сформированы вот эти, то есть у нас вся информация идет от маленького возраста, от сенсорных, ну, от анализаторов, да, видеть, слышать, тактильно мы получаем информацию, и благодаря этой информации мы формируем какие-то знания, смысловые значения. Ну, например, да, мы глазами вот видим там лимон, да, мы уже понимаем, что это лимон, потому что нам уже об этом сказали, то есть ребенок, он рождается без этих знаний, да, они формируются, они поэтапно формируются, с мышлением, с развитием всей системы, то есть там нету никакой кнопки, как в компьютере, да, записать, но он уже, когда готов получать эту информацию, он будет получать ее. Попробуйте вот в игровой форме, да, с ним поиграть. Смотрите, может быть, это не директивный игротерапий, ребенок будет играть, вы проговариваетесь ему. Если он, опять же, воспринимает он, ну, смотрите, анализ-синтез, да, это мышление, но чтобы формировать анализ-синтез, понимаете, тут надо еще сформировать что-то до этого, я вот почему говорю, опять же, вот возвращая вас к сенсорной интеграции. Да, ну, упражнения, Людмила, если мы начнем на анализ-синтез, давайте, да, умение расчленить, ну, что такое, вы, наверное, не психолог, да, я просто, умение анализировать это, разбирать на части, да, синтезировать это, соединять, да, ну, те или иные предметы, да, например, на анализ у нас есть что-то, четвертый лишний, ее часто используют как и для коррекции, я все-таки ее использую для диагностики, вот. И когда ребенок видит, да, четыре картинки и может оттуда убрать предмет, который не подходит к этой группе, это про анализ-синтез. Но для анализа-синтеза надо, чтобы ребенок понятийное, то есть есть ли там понятийный смысловой вот этот вот запас, что он понимает, что это там дерево, это цветок, а это тапок. Ну, то есть если вот семантическо, понимаете, про что это значение слова, то есть вот значение слова, вот, ручка, да, мы с вами понимаем, что это ручка, да, но ребенок, он может еще это быть вот не сформировано. То есть тут вот можно, я бы все-таки развивала через сенсомоторные какие-то навыки, через мелкую моторику, да, если крупная, ну, вот, сенсорная интеграция, да, в движении, он может это делать. Опять же, замечали, когда дети сразу снимают носочки и начинают бегать по полу босиком, и очень трудно, ну, в ботиночке, ну, если вот это позволяет ситуация. Это тоже про то, что вот у него сенсорный голод. Он еще не получил нужное восприятие, ну, нужную информацию от окружающего мира и не сформировал его. То есть тут уже такие. Ага, так, Виктория пишет, что одного ребенка 10 лет научили высиживать 20 минут. Ну, это можно сформировать как навык, но это постепенно, да, то есть сразу 20 минут у меня расовцы могут и по 30, да, там работать, но они уже ходят в школу, то есть, да, это же для него. Ну, так вот, игровые приемы согласны, когда идет это насилие? Я не очень. Виктория, но это не потому, что вы там не правы, вы хороший специалист, и у вас свои методы, свои знания, у меня свои, поэтому тут вот, то есть, да, возможность сначала переключать внимание. Но сначала, что интересно, да, смотреть, может быть, ему информацию легче воспринимать, когда перед ним стоит, да, например, там, книжка или что-то, да, а не лежит на столе, да, может быть, для него так проще. Сначала, чтобы он мог выполнять, там, например, любит лепить пластилина. Ну, я бы так сделала, да, или любит, вот, как он, кинетический песок, да, вот у меня вот один мальчик, вот он любит кинетический песок. Ну, носочки в рот, да, потому что вот посмотрите, вот что там по ощущениям, да, может быть, вот вам какие-то сенсорные вещи сначала купить. Они есть, там, и сенсорные мешочки в продаже, и все-все-все, чтобы сенсорную вот эту. Так, это ребенок ОВЗ и ребенок инвалид. Понятно, да, что инвалид должен иметь инвалидность. Это решают врачи комплексно. Так, когда включают ребенка, да, в пространство общеобразовательное, да, то, чтобы было комфортно ребенку, должны мы как специалисты наблюдать, да, чтобы соответствовали актуальному развитию задач, да, и развитию обучения. Опять же, это про то, что я говорила. Если он не готов еще читать, может быть, его и не надо, не спешите. Тут тоже надо принимать. Все развиваются вот как им комфортно и удобно, да. Эффективная образовательная программа. Программа можно даже просто, вот если по МПК вот ставят, у меня тут лежит МПК, ребенка передо мной. Развивать компетенции, да, педагогов. Ну, для меня это больше, чтобы воспринимали. Так, понятно, что нам надо тьютерское сопровождение, да, тьютер, если есть в школах, но не всегда тьютеры присутствуют. Возможно, индивидуальное групповое обучение. Если кто-то работает и пытается деток собрать, да, с ОВЗ в группу, то это не всегда очень легко, особенно если у них там разные какие-то нарушения, да. Потому что у меня вот в группе есть ребенок с ДЦП. Ну, они просто к нам ходят. В данный момент эта группа просто как дневного пребывания, да. С ДЦП он школьник. Расовцы у меня два школьника, частично говорящие, два неговорящие, да, которые, например, неговорящие им в групповых мероприятиях, да, тренинговых таких, очень сложные. Но круг, да, как рутинную, то есть этот круг должен повторяться изо дня в день, чтобы формировались какие-то навыки и формировались умения выполнять инструкцию. То есть вот мы каждый день там будем петь песенку. Кстати, очень хорошо попробуйте сопровождать мелодичную, ну, вот именно такими протяжными, как пением, да, какие-то слова. Ребенок может начать реагировать. Опять же, у них нету телесности формирования, да, у деток неречивых. Они могут понимать, что, ну, как вам, он себя не воспринимает, да. Ну, это вот тоже про то, что возвращает, да, может быть, где-то похлопывать или показывать фотографию. Ну, это уже к дополнительным коммуникациям, да, идет использование вот визуальных опор. Но они очень эффективны вот в работе. Мне вот дополнительная коммуникация очень нравится. Так, добрый день. У меня любят рисовать пены для бритья, но не любят и не пишет Шариковой ребенку. Тут надо посмотреть, готовы или нет. А что любят рисовать пеной для бритья, да. Попробовать заменить, может быть, совместно с вами заинтересовать, может быть, это совместить. Вот надо подумать. Может быть, знаете, вот пусть это будет пена для бритья, и туда, например, добавить филмастер сначала, ну, чтобы было подобие ручки, да. Мне кажется, вот филмастером будет свет появляться, и будет интересно. То есть тут замотивировать. Ну, можно прямо вот конкретно говорить, садись, спеши, ну, не знаю. Кистью. Можно не стандартными какими-то методами, да, сначала, а потом, да, вводить кисть, чтобы было понимание, что есть нестандартные методы, нитками какими-то попробовать, да, листиками порисовать. Именно посмотреть реакцию, поисследовать реакцию, да, как будет реагировать, как будет вот это вот у него процесс, этот идти рисование, да. Вы хотите его написать, научить писать, Алла, да. Ну, и опять же, вот надо учитывать вот то, что вот изначально, может быть, это в игровой форме, может быть, вот что будет заинтересовывать. Сколько про внимание мы говорим, да, дети иногда не контакт глаз, доли секунды начинают. У меня есть шестилетний, вот он начал ходить. Ну, не знаю, для меня победа, когда он выдерживает контакт глаз, он не сидит пока что. Вот, ну, мы две недели занимаемся. Слушайте, ну, мне кажется, две минуты он может посмотреть на меня. Последний раз у меня проблемы с сухом, он что-то хотел от меня, ударил. Я говорю, не хочу, и стал от него убегать. А он за мной. Ему так понравилась игра. И я вот поняла, что он уже хотя бы меня воспринимает не как бы как субъекта, да, за которым можно побегать, поиграться. То есть хотя бы вот на таком уровне. А потом он уже начал фокусировать взгляд после этой игры. Так, должно быть понятно, что безбарьерное обучение. Обучение, то есть это должны быть беспрепятственно. Ребенок должен добираться до места, где он будет обучаться, и это не будет формировать у него какого-то вот отрицательных процессов, и он легко и быстро может добраться, чтобы не было никаких препятствий, барьеров. Формировать, чтобы, ну, для мотивации учебной важно и восприятие, как ребенок относится, к окружающему миру. Но, опять же, да, мотивации учебной надо посмотреть, что там до сформировано, не сформировано, то есть относитесь вот к этому. Это же тоже, ну, чтобы вот простой пример. Ну, карандашом. Ага, карандаш. Может быть, цвет его, что вот его заинтересовывает в карандаше? Или то, что он мягко пишет, то, что вот что-то вот есть. То есть пообследуйте это, да. Вместо карандаша ручку нельзя, да, как-то. Да, текстуры. Может, вот я говорю, там может зацепка быть, например, с цветом карандаша, карандаш зеленый. Попробуйте зеленую ручку дать. Там может зацепка, да, что именно как стержень, мягко-немягко пишет, удобно ему, комфортно. То есть вот поэкспериментируйте. И не надо бояться, знаете, как у меня там вот шаблонность вот этого поведения. Вот он любит динозавров. Я сейчас отберу все динозавров и ничего не будет. Будет протестная реакция. Давайте, хорошо, пусть ему нравятся динозавры, давайте с динозаврами играть. А потом постепенно введем, у меня вот был мальчик, он любил динозавров. А потом постепенно пошли другие животные. Он у меня сейчас самые ролевые игры, ему 7 лет придумывает. То есть он берет динозавра, корову, он вот в песке у меня играет и таким образом формирует ролевую какие-то. Ну, он пока вот в школу не ходит, но он начинает формировать быстро знания о буквах, то есть он умеет читать. Так, речь, внимание. Ну, опять же, что... Так, это про 43-ю статью Конституции, что все для образования, да, немножко про ресурсные классы, что есть вид такого, как ресурсный класс. Это там, где среда способная, ну, не только обучению, но и есть, где ребенок может расслабиться, да, и получить эмоциональную перезарядку. Чаще всего это состоит из нескольких зон. Ну, инклюзивное образование, это понятно, да, это определенная среда, в которой удобно и комфортно всех, независимо от того, что происходит, да, и какие возможности здоровья. Тьютор. Ну, тьютор всем, наверное, понятно, да, про что это, да, это сопровождающий, который включает процесс, который следит за социализацией, включает в процесс, да, адаптации. ПМПК сказали, да, ну, я просто, мне легче, да, не по слайдам. Про ПМПК, да, что выдают рекомендации, тут специалисты ПМПК, да, какие это приказ, который, кстати, который направлен на то, чтобы регламентировать деятельность, да, психолого-медико-педагогической комиссии. Вот, на комиссию, да, кто может отправлять, часто задают такой вопрос, вам могут дать рекомендательный характер. Вы можете туда не идти, как родитель или законный представитель, потому что это вообще, ну, как бы, личное дело каждого, да, я вот удивлена, что там кто-то не учится, отказывают в обучении. Так, ну, вроде бы, в целом рассказала, да, все, если что-то вот где-то я пропустила, да, пока опиралась на примерах и на жизненный опыт и на свою профессиональную деятельность, там в слайдах, возможно, вы найдете, потому что я там информацию всю предоставляла, да, которая касается. Есть ли еще вопросы, уважаемые коллеги? Вопросов нет? Благодарю, Елен. Ага, ну, про сертификат сейчас, Татьяна, я сейчас отключусь, Татьяна подключится, она вам расскажет. Вот, надеюсь, да, было интересно. Немножко получилось так, что ушла немножко из теории, стараюсь больше теорию давать, да, мне кажется, это более важно, чем моя практика, мой личный опыт, но получилось так, что ушла в личный опыт, но надеюсь, что он был вам полезен, да, и будет полезен в вашей деятельности, что я как-то вот вас сориентировала. Вот у меня так, потому что... Все, тогда благодарю. Я отключаюсь. Татьяна подключается. Пока. Продолжение следует...